Дорогие гости, друзья, подписчики и случайные зрители, которые сейчас просматривают это видео. Добро пожаловать на Гуд Видеоканал! Спонсором нашего сегодняшнего выпуска является наша мама. Мама нам частенько приобретает огромное количество мяса, так скажем, в проб. И вот сегодня у нас с вами есть свинина и говядина. Другие куски мы уже заморозили, срезали сало вот такое с мясом, срезали вот такое вот сало. И сегодня в связи с таким большим количеством мяса мы решили опять же в проб приготовить такое блюдо, как манты. Первый раз будем пробовать его готовить, посмотрим, что у нас получится. Попробую, можно привлечь, потому что тяжеловато там кое-что нам будет делать. Нам потребуется, мы решили смешать два варианта, так будет вкуснее. Два варианта мяса, это свинина и говядина, и добавить к ним сало. Также нам потребуется большое количество лука, нам потребуется соль, перец. Еще нам потребуется масло. Тесто я покажу немного позже, но пока муж побежал с яйцами, у нас дома нет яиц, мы собрались приготовить сначала тесто. Я вам покажу, как обычно я засаливаю сало. Когда вот мы в проб вот так нам мама или мы покупаем мясо, приобретаем, у нас там есть и на кости, и разные варианты. Поэтому вот мы берем, чтобы было сальс, и его для мужа я солю. Давайте пока все это отставим, я вам покажу, как конкретно я засаливаю сало. А теперь мы с вами давайте займемся тестом. Для этого нам нужно взять где-то около полукилограмма, может быть даже грамм 700 муки. Но я делаю, как обычно, вы знаете, все на глаз. Муку обязательно просеивайте. Я возьму три вот таких вот, это как раз у меня где-то грамм 750 получится. Теперь мы делаем следующее. Берем яйцо, яйцо обязательно мы моем, я вам всегда про это говорю. Добавляем к яйцу, яйцо разбиваем в большой стакан, к яйцу в большой стакан добавляем 2 ложки соли. Сюда же мы добавляем 1 третью, 1 четвертую немного сахара. Вымешиваем это, стакан где-то грамм 400, здесь 350, и добавляем сюда воду. Вода комнатной температуры. Размешиваем. В нашей муке мы делаем углубление. Начинаем сюда вливать водичку и перемешивать. Предварительно, не забудьте, ручки мы моем. И с хорошим настроением отдаем тепло, энергетику, позитивный настрой нашему тесту. Начинаем его вымешивать. Далее мы посыпаем стол мукой. Сюда выкладываем наше тесто. И уже до полной готовности ручками вымешиваем здесь тесто. А тесто вымешивать не менее 10-15 минут. Это будет очень хорошо для нашего теста. Тесто получится именно таким, каким надо. Меньше вымешивать я бы вам не советовала. Вот, и таким способом уже за кадром я тесто доведу. До готовности. Потом мы тесто соберем в шарик. И пока будем заниматься мясом, тесто я отправлю для того, чтобы оно отдохнуло минут 30-40 в холодильник. Когда вы работаете с тестом вот так вот обильно, руками, тесто даже оно нагревается, оно становится теплым от рук. Хозяйки, которые не пользуются для вымешивания теста разными приспособлениями, они знают, о чем я говорю. Тесто я вымешивала в течение минут 15. И теперь мы его убираем сначала в слофановый пакет, а потом в холодильник, чтобы наше тесто отдохнуло и еще немножко подошло. Мясо пропускать через мясорубку мы не будем. Вариант фарша у нас будет срубленным мясом. То есть мясо мы очень мелко ножиком нарежем, нарубим, так скажем. То же самое мы сделаем с нашим луком. Здесь нам понадобится мужчина, поэтому... Мужчина, пожалуйста, идите занимайтесь мясом. А я вместе с этим очень мелко порублю лук. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Добавил субтитры DimaTorzok 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 Муж уже кушает, пробует. Я бы хотела вам показать, как я это делаю. Значит, раскатывали мы. Мы разные варианты пробовали. Точнее, разные варианты у нас получались. Ну, вот лучше всего где-то миллиметра два раскатывать. Мясо мало не выкладывайте. Мясо достаточно большое количество ложите. Сверху я добавляю масло. И скрепляем вот таким вот образом. Ну, в принципе, всем известно. Мы пробовали и по-другому. То, что мы отварили у нас на вот эту форму, которую вы сейчас видите, не похоже совершенно. Там совсем другой вариант манта. Ну, в общем-то, что-то вот такое для первого раза у нас получается. Еще раз. Края прям вытягивайте, если вам надо. Скрепляйте хорошо так. Потом вот так. И делаем еще. С этих сторон вот так. Вот такой мантик у нас получается. Ну, в общем, вот такое вот видео мы сегодня для вас засняли. В процессе, пока мы раскатывали, муж раскатывал тесто, а я все это лепила. И у нас первые варианты не получались. Мы очень долго смеялись и пришли к выводу, что самый лучший вариант лепки мантов – это пойти в магазин и их купить. Мороки будет гораздо меньше. Хотя, конечно, мы их заготовили достаточно большое количество. Заморозим сейчас. Ну, то есть, если на раз хватает там 4-5 мант на человека, 4 штуки манты, 4 манты, как правильно сказать, 4 штучки отварить, а то, в принципе, у нас на достаточно такое длительное время их заготовок получилось. Вот они вот такие получаются. Это более-менее из того, что можно показать. Вот такие у нас тут цветочки получились. В общем, сейчас я разрежу. Вот такое вот мясо получилось. Но получается там как бы рубленое. Ну, не как бы, но получается рубленое. И прям, когда кушаешь, чувствуются кусочки именно вот цельного мяса. Очень вкусно получается. Я вам советую все-таки мясо рубленое. В общем, вот такое видео у нас получилось. Результат вы видите. Ну, не всегда все сразу получается, хотя очень даже неплохо. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего. До новых встреч!